значит вот смотрите что мы сейчас с вами сделаем маленькое слайд-шоу я хочу вам напомнить во-первых архитектурного архитектура общего прикладного решения то есть мы будем работать в рамках вот этой подсистемы хотя начнем мы с того что я продемонстрирую связь этой темы с подсистемой регламентированного учета и второй момент ну соответственно он вам больше для справки это внутренняя подсистема внутренняя структура под ну давайте вот на этом мы с вами остановимся с просмотром может быть еще вернемся сюда точнее точно вернемся есть один момент который я хочу здесь показать для того чтобы попасть под систему TR мы должны перейти в раздел производства ну как бы эта подсистема считается частью именно подсистема производства так значит соответственно здесь у нас есть вот такой подразделчик ремонты и первое что нас будет интересовать это объекты эксплуатации значит справочники объекты и объекты эксплуатации мы с вами собственно говоря и видим весь перечень основных средств перечень оборудования которые мы должны обслуживать технической точки зрения ремонтировать ну и так далее и так далее сразу хочу вам сказать что вот этот вот справочник он общий со справочником основных средств то есть если вы пойдете в раздел внеоборотные активы а вот и откроете справочник основное средство это будет ровно то же самое а вот сами сейчас убедите вот два названия но при этом за этими двумя названиями стоит один и тот же справочник вот ну чуть вот какие-то фильтры управляющие кнопки другие а так все в общем поэтому когда мы с вами откроем любое основное средство любой объект эксплуатации вы сразу увидите достаточно много настроек реквизитов которые к собственной эксплуатации прямого отношения не имеют ну это я думаю так понятно да значит все то что касается уков и на группу с все это в общем-то для цели таир не имеет никакого значения но поскольку справочник общий он используется при принятии основного средства на учет там расчетов связанных с амортизацией ну и так далее и так далее а вот нас эти моменты интересовать не будут нас будет интересовать в первую очередь что если мы хотим ввести какой-то новый объект эксплуатации объект который мы будем контролировать по которому мы с вами будем что-то отслеживать первое на что мы должны обратить с вами внимание это класс вот класс вот собственно говоря основная настройка которую нас должна интересовать давайте посмотрим вот на этот класс транспортное средство который здесь указан я его сейчас открою и попробуем с вами разобраться с теми настройками которые здесь присутствуют они и составляют основное ядро вот этой вот система таир все в общем-то них и будет завязан значит что у нас здесь есть но то что вы видите на закладке контроля реквизитов которую мы заполняем по объекту эксплуатации есть возможность сделать реквизит обязательно ну это такая вторичная вещь в шапке я обратил ваше внимание вот на эти две настройки во первых объекты эксплуатации и узлы объектов эксплуатации к этому мы с вами подойдем чуть позже предполагается что узел объекта эксплуатации он монтируется на каком-то объекты объекте эксплуатации и связан с ним зачем это нужно тут основной смысл вот какой узел объекта эксплуатации может получать наработку от объекта эксплуатации к которому он подключен то есть вот в этом плане он может оказаться вторичен а во всем остальном объекты эксплуатации узлы объектов эксплуатации это в общем такое самостоятельное понятие в качестве узла объекта эксплуатации что может быть ну например если мы с вами берем транспортное средство есть например такое транспортное средство как автокран естественно у автокрана будут какие-то контрольные вещи связанные с пробегом то есть общие для всего транспортного средства но при этом у него есть какой-то отдельный агрегат по которому может вести свой учет для которого могут быть предусмотрены какие-то свои эксплуатационные схемы обслуживания вот это вот будет узел объекта эксплуатации что касается подкласса подкласс нужен для чего мы с вами сейчас будем определять последовательность проведения ремонтных мероприятий каких-то мероприятий по обслуживанию бывают ситуации когда в определенных ситуациях требуется особая особая схема обслуживания ну например если мы возьмем с вами какой-то компрессор один и тот же компрессор может работать в каких-то благоприятных условиях скажем внутри здания и в менее благоприятных скажем на открытом воздухе в условиях большой перепада температуры или в горячем цеху и естественно для такой техники может быть предусмотрен какой-то иной график проведения каких-то регламентных работ или проведения каких-то особых мероприятий не знаю там если стоит компрессор на открытом пространстве ну вероятно его надо подкрашивать почаще да потому что там дождик снег дожди у нас сами знаете какие значит надо чтобы не ржавел вот лишний раз красочку вот вот для таких целей используется подкласс следующая закладочка показатели на работе показатели на работе естественный показатель на работе который у нас может быть да это время работы если мы говорим о транспортном средстве ну вероятно мы можем выбрать в качестве такого регламентного показателя пробег он естественно у нас будет использоваться в расчете какого-то то когда его надо проводить значит что такое остаточный ресурс и регистрировать независимо вот остаточный ресурс эта ситуация когда мы накапливаем вот эту вот работку а расходуем имеющийся запас а то есть как бы отсчет идет в обратном направлении регистрировать независимо значит вот это как раз ситуация когда мы завязана на какой-то источник мы указываем от какого объекта эксплуатации мы будем получать данные по наработке вот это как раз ситуация когда мы используем узлы а узел получает вот эту наработку от основного объекта так периодичность ну мы можем здесь что-нибудь поставить там скажем 10 дней но в принципе это мало на что влияет просто программа будет нам подсказывать как часто эту наработку надо фиксировать а вот а так вы можете по желанию фиксировать ее и более высокой частотой теперь давайте мы с вами разберемся со следующими двумя закладками ремонтный цикл и прочие ремонты ремонт цикл и прочие ремонты значит что это такое ну для того чтобы задать что-то на этих закладках давайте мы с вами сначала определим виды ремонтов что такое вид ремонта вид ремонта это описание ремонтного или регламентного мероприятия которые мы с вами будем проводить какое у нас может быть реглан регламентное мероприятие по отношению к транспортному средству ну я думаю очевидно что транспортное средство у нас будет проходить то 1 то 2 то 3 значит то 1 то 2 то 3 отведем один день на проведение то 1 то 2 то 3 формировать планы ежемесячно ну предположим на 30 дней вперед это настройка она опять таки служебное не обязательно но она может использоваться для того чтобы упростить работу по планированию перспективных регламентных мероприятий значит и настройка общий вид ремонта это настройка сугубо финансовая значит здесь есть какая-то классификация но чтобы вы понимали смысл вот этой классификации давайте я открою настройку и покажу что в ней заложено эта настройка определяет как именно будут расходы по данному ремонту отображаться в финансовом учете по статье которую мы укажем в самом объекте либо мы ее можем принудительно указать прямо здесь какую-то статью расходы но на этот момент мы пока с вами обращать внимание не будем мы возьмем техобслуживание ну и что еще еще мы здесь можем указать материалы которые у нас будут использоваться при проведении ремонта ну вот пожалуйста масло моторное лукойл авангард литр количество 5 4 вот количество 4 литра трудозатраты ну мы можем добавить какую-то работу скажем есть вот тут у нас слесарные работы ремонтные 4-го разряда ну и количество предположим 4 часа вот мы создали с вами ремонт мы указали здесь что будет расходоваться мы указали трудозатраты точно так же мы можем создать какое-то другое ремонтное мероприятие ну например ТО-2 я не буду сейчас здесь ничего менять но я думаю вы понимаете что здесь перечень конечно уже можно задать другой ТО-3 ну вот собственно говоря мы какие-то виды ремонтов задали как это задать уже в самом виде значит это задается в ремонтном цикле что подразумевается под ремонтным циклом под ремонтным циклом подразумевается ситуация когда у нас есть несколько последовательных ремонтных мероприятий которые следуют один за другим вот у нас идёт ТО-1 ТО-2 ТО-3 и для того чтобы провести ТО-2 мы естественно сначала должны провести ТО-1 как это мы задаём ТО-1 интервал определяется по наработке по пробегу межремонтный интервал 15 тысяч ну километров тысячи метров то есть тут будет 15 а нет 15 тысяч километров всё правильно потом ещё через 15 тысяч километров мы ТО-2 проведём потом ещё через 15 тысяч километров мы проведём ТО-3 вот таким образом это работает для чего нам нужны прочие ремонты пример прочего ремонта привести очень просто помимо ТО мы будем ещё менять резину ну ничего не буду здесь добавлять у меня будет вот такой вот пустой ремонт один час я поставлю трудный затрат могу это учесть и здесь то есть у меня будет там сколько 0,125 дней 0,1 замена резины замена резины и замена резины она будет цикла и замену резины я буду производить каждые 182 дня то есть каждые полгода я вот эту вот резину меняю то есть у нас есть основной цикл кроме того мы можем сделать ещё одно мероприятие которое будет тоже цикличное но независимо от этого ну вот собственно говоря и все моменты базовые связанные с настройкой я вам показал давайте вернёмся с вами в карточку объекта эксплуатации и я хочу обратить ваше внимание ещё на пару моментов во первых в том что всё что связано с введением основных средств нас сейчас не касается то что здесь прописано в паспортных характеристиках ну как бы это тоже нас сейчас не особо заботит это чисто такие справочные моменты а вот здесь вот здесь мы должны посмотреть с вами поподробнее обращаю ваше внимание у нас есть подраздел эксплуатация в котором я указал какое-то подразделение и у нас есть ремонт в котором тоже я указал подразделение в чём разница между вот этими двумя моментами я вам чуть позже объясню кроме того вот здесь я могу указать статью статью расхода которая и будет использоваться для регистрации расходов связанных с проведением каких-то ремонтных мероприятий напоминаю вам что я в настройке ремонта мог бы задать что никаких вот этих вот настроек в карте эксплуатации у нас работать не будет вот а будет работать принудительно это статья которую я установлю для ремонта в принципе здесь всё уже прописано я могу записать и закрыть обращаю внимание что аж с семнадцатого года у меня этот объект эксплуатации эксплуатируется он работает и теперь давайте попробуем с вами зафиксировать тот самый пробег о котором я вам говорил идем с вами снова в производство и для регистрации пробегов у меня есть вот такая вот такой вот пункт который называется наработка объектов эксплуата создам новую наработку создам новую наработку добавлю объект и санальными раз показатель наработки пробег обратите внимание что я могу для узла фиксировать и значение давайте поставим шестнадцать тысяч значит желательно вот подобные вещи если будете по таксам и делать значит желательно их вчерашним днем проводить потому что иначе может сегодня ничего не показать как программ давайте давайте провели зарегистрировали наработку обращаю ваше внимание что в принципе это в определенных случаях можно было бы отсюда сделать сейчас мы наработку зарегистрированную видим вот и теперь мы можем попытаться взять и сформировать какие-то регламентные мероприятия связанные с ниссаном причем сразу предупреждаю у нас в процессе работы могут вылезать определенные ошибки которые я для того чтобы вы лучше запомнили как это устроено допускаю намеренно итак мы с вами должны сформировать заказ на ремонт заказ на ремонт это вот такой основной документ связанный с введением ТАИР есть объект эксплуатации это основное справочник то заказ на ремонт основной документ значит мы его можем создать вручную мы можем создать с помощью особой обработки которая называется планирование ремонтных работ к сожалению вот эта вот обработка она ну не всегда говорящая не всегда интуитивная понятная мне все таки надо чуть-чуть привыкнуть значит чтобы не путаться во всем том многообразии которое есть в демо базе я сейчас с помощью произвольных отборов выберу конкретно объект эксплуатации по которому мы будем планировать ремонт хотя я мог бы отобрать и целую группу мог пойти по отбору общих видов ремонта мог пойти по отбору частоты планирования напоминаю что я там задавал для всех ремонтов мероприятий ежемесячных ну хорошо давайте нажмем далее ну вот похоже взорвались на дефект демо базы вот увы дефект демо базы поэтому значит дальнейшее дальше мы с вами по этой настройке пройти не сможем попробуем на всякий случай вот это а это вот совсем уберем может и после этого перестанет каприз ну увы значит поэтому нам придется создать заказ на ремонт вручную выберем объект эксплуатация объект эксплуатации выберем общий вид ремонта вот и после выбора объекта эксплуатации общего вида ремонта мы можем подобрать какое-то ремонтное мероприятие как вы видите те ремонтные мероприятия которые я создавал они доступны для выбора причем существует еще отдельная строчка которая называется произвольный ремонт для чего он нужен ну бывает ситуация когда вы просто зафиксировали какой-то дефект который вы изначально не планировали и который требует какого-то нестандартного подхода и на берегу вы не знали что там нужно будет потратить это вы только сейчас будете определять вот когда вы планируете от дефекта скорее всего это будет произвольный ремонт ну а мы с вами используем ТО-1 перенесем в документ значит укажем статью расходов напоминаю что мы с вами не задали для объекта эксплуатации эту статью расходов давайте выберем сейчас так что нибудь ну вот техобслуживание у нас есть статья расход вот значит укажем что этот ТО-1 входит в ремонтный цикл и на закладке материалы и работы мы с вами можем указать какие именно материалы мы планируем использовать в ходе обслуживания значит в принципе не обязательно ручками можем использовать кнопку заполнить по ремонту и нам здесь поставят масло моторное масло моторное 4 литра значит у нас не заполнились склады я какой нибудь склад проставлю сам у нас не заполнилось действие но действие и склад мы сейчас с вами обсуждать не будем действие и склад мы сейчас обсуждать не будем этому в общем то у нас посвящены отдельные вебинары дело в том что система обеспечения которая есть в программе она универсальна и для закупок и для производства и для ТАИР тоже и здесь что-то выделять особо не имеется значит вот смотрите мы с вами сейчас дошли вот до этого пункта заказ на ремонт и после того как у нас заказ на ремонт будет создан мы дальше можем идти двумя путями мы дальше можем идти двумя путями значит можем идти через создание внутреннего употребления и выработки а можем идти через создание заказа на производство зачем нужна такая сложность тут дело вот в чем да давайте я этот заказ сейчас снова создам переключить чуть чуть так значит видно да значит мы можем пойти двумя путями и мы можем с вами это очень хорошо увидеть в том случае если нажмем кнопку создать на основании вот смотрите мы можем с вами оформить внутреннее потребление можем оформить выработку сотрудника не проведено еще значит можем оформить выработку сотрудника значит ну главным образом это это момент связанный с писанием ТМЦ значит мы можем прямо сейчас ну естественно при наличии этого всего на складе если мы установим действие отгрузить мы прямо сразу можем оформить вот этот вот документ можем оформить внутреннее потребление можем оформить выработку смысл в этих операциях будет какой значит напоминаю вам что мы с вами задавали эксплуатирующие и ремонтирующие подразделения эксплуатирующие подразделения еще раз посмотрим это торговое направление и вот этот вот заказ на ремонт он связан именно с торговым направлением значит значит это именно торговое направление а вот если мы с вами да и если мы с вами ограничимся созданием заказов на ремонт ну есть как бы будет считаться что кто эксплуатировал тот и ремонтирует то есть то подразделение которому принадлежит данное основное средство данный автомобиль но оно как-то своими силами что-то там подвинчивает сливает заливает и так далее вот то есть никакого особого процесса нету просто мы должны в привязке к данному основному средству зафиксировать какие-то движения это первый вариант а второй вариант это ситуация когда вот этот вот ремонтный процесс это это отдельный процесс на предприятии который аналогичен производственному процессу который требует планирования требует какой-то многоступенчатой работы требует учета доступности оборудования то есть требует решения тех задач которые обычно решаются именно в подсистеме производства и в этом случае с помощью заказа на производство мы передаем этот заказ на ремонт в ремонтирующее подразделение и дальше как я и показывал вот здесь вот сейчас перейдем обратно на презентацию как я вот здесь вот и показывал в этом случае мы не ограничиваемся фиксация расхода внутренним потреблением мы передаем все это в подсистему производства и фиксируем реальный выпуск там товара какого-то или работы ну скорее всего работа в данном случае вот и соответственно фиксируем все телодвижения которые непосредственно связаны с производственным процессом и передачей материалов одним документом и выработку сотрудников ну и так далее вот два таких варианта работы которые есть вот ну и что еще здесь нужно сказать да что я еще не показал если мы с вами обратимся снова к объекту эксплуатации мы увидим с вами что у нас есть закладочка рабочие центры зачем это нужно я вам еще раз хочу напомнить что пока мы находимся с вами в объекте эксплуатации да объект эксплуатации для нас это оборудование в смысле основного средства в первую очередь но у нас существует еще такое понятие как оборудование не в смысле основного средства а в смысле обрабатывающего центра на производстве если мы планируем для какого-то оборудования техническое обслуживание или ремонт мы еще должны держать в голове что в это время оно не будет доступно для производства то есть при планировании производственного процесса если мы в этом планировании учитываем оборудование мы должны не использовать данное оборудование и для этого вот здесь мы задаем связку данного объекта эксплуатации с другим справочником со справочником рабочие центры а это как раз тот справочник который используется вот а это как раз тот справочник который непосредственно используется в производственном планировании но это ну вот так вот выглядит эта подсистема сразу хочу сказать что конечно в рамках 1С и РП вот этот блок ТАИР имеет только вот такие вот базовые настройки и если присутствующие здесь связаны с этой тематикой вы должны знать что существуют какие-то более сложные технологии управления техническим обслуживанием и ремонтами существует там например такая концепция как проведение ремонтов в соответствии с состоянием оборудования да но это отдельная история реализация этих концепций к сожалению вот в базу 1С и РП реализуемо только то что я показал фиксация наработок фиксация дефектов вы видите журнал дефектов существует и на их основе создание каких-то ремонтных мероприятий существует сразу такая вот ремарочка существует особая конфигурация уже не самой 1С это разработка уже одного из франчайз 1С Таир который как раз умеет делать вот то что я сейчас вам перечислял там естественно функций больше но это так сказать стандартный недостаток чем универсальный инструмент тем он меньше каких-то функций может выполнить 1С и РП это именно универсальный инструмент и основной его смысл как раз основная его фишка заключается в том что существующая пускай и несовершенная система Таир завязана на на общую работу системы она влияет на производство позволяет фиксировать моменты связанные с оборудованием она завязана на учет основных средств на финансовый учет соответственно расходы сразу будет идти финансовый результат и что немаловажно под систему Таир будет завязана на система управления потребностями системы снабжения ну вот в принципе все что я хотел вам рассказать вот такой микрообзор данные под системой если есть какие-то вопросы задавайте пожалуйста попробую ответить и показать значит Александр что касается узлов вот смотрите если у вас есть необходимость именно работы с узлом то значит нам надо будет обратить внимание на такую вот возможность как задание узлов объекта и давайте я переведу статус редактируется и здесь мы можем к основному объекту эксплуатации добавить какой-то угол ну не знаю там например моторная моторная часть вот тормозная система и так далее там кондиционер и так далее и так далее причем вот этот вот справочник узлов он иерархический то есть мы можем завязывать один узел на другой да мы можем указать для каждого узла свой класс свой класс и под класс и для узла задать какие-то свои виды ремонтов он тогда будет планироваться отдельно и вот как раз то о чем вы спрашиваете мы можем задавать перемещение то есть тот или иной узел у которого может быть уникальный номер мы можем снять с данного объекта эксплуатации переместить на какой-то другой объект и что-то с этим узлом делать а на этот объект эксплуатации поставить какой-то другой узел из запасных сам по себе узел существовать не будет но это в общем не является проблемой поскольку вы вполне можете создать какой-то там условный объект эксплуатации стенд и ту же самую моторную часть снять вот Ниссана и перенести на этот самый стенд а дальше уже планировать какие-то ремонтные мероприятия связанные с узлом значит смотрите работа по проведению ремонтов вы можете фиксировать можете не фиксировать смысл вот этих вот работ заключается в чем в том что потом это все будет автоматом заполняться а так у вас может быть полностью пустой вид ремонт который вы ручками заполняете уже в заказе на ремонт так тоже может хорошо значит наработка от источника давайте попробуем это сделать я тогда сейчас создам класс моторы так показатели наработок подбор так так Продолжение следует... Пробег по моторной части будет фиксироваться в соответствии с пробегом объекта эксплуатации Ниссана Альмера. Он будет наследовать этот пробег от данного источника. Фиксируем для Ниссана, а пробег считается для двигателя. Это удобно в том случае, если мы хотим какой-то параметр эксплуатации фиксировать для объекта в целом, а периодичность и состав ремонтов для каждого узла разные, но зависят от наработки объекта в целом. Вот в этом случае можно пойти каким-то образом. Еще вопросы? Вы знаете, значит, выработку, если у вас идет вот уже такой серьезный вариант работы с выработкой, с необходимостью фиксации вот таких вот трудозатрат, лучше это делать через заказ на производство. То есть в этом случае надо включать производственный процесс в целом. Он, конечно, будет достаточно таким простеньким, но на практике работает лучшее, потому что подсистема связана с начислением зарплат, с дельной заработной платой на ВРП, но не то, что плохо работает, но она немного капризная. Она там требует нескольких последовательных действий, поэтому если у вас там встает вопрос о выработке, лучше идти через заказ на производство. Регистрация дефектов – это, в общем-то, документ такой, достаточно простенький, поэтому я не стал особо на этом акцентироваться. Вы создаете какой-то дефект, вы фиксируете какой-то дефект, один или несколько, даете его описание и принимаете решение, признаем, не признаем, и что будем делать? Устраняется на месте, требуется ремонт. После того, как это будет сделано, мы уже можем либо задать внутреннее потребление, в случае устанавливается на месте, да, устраняется на месте, там, скажем, ну, рабочего видел, что там просачивание масла, ну, не знаю, там, сам перевинтил прокладку, ну, вот надо просто эту прокладку поменять, больше ничего не требуется. А вот, а если мы идем уже по полной программе, то, соответственно, заказ на ремонт. Здесь нам создавать не дает, почему? Ну, как я и сказал, устраняется на месте, это значит, что просто надо оформить внутреннее потребление. Указываем расход, капитата МЦ и на этом все. Ну, если вопросы исчерпались, давайте тогда завершаться. Спасибо за внимание. Продолжение следует...